здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня видео под названием гипертония от а до я все пять причин повышения артериального давления если вы хотите реально победить гипертонию а правильнее сказать артериальную гипертензию если вы не хотите допустить ишемию инсульты инфаркты то я рекомендую вам внимательнейшим образом посмотреть это моё данное видео от а до я затем повторно смотреть и конспектировать это вам и вашим близким пригодится на всю жизнь в некоторых случаях спасет ее и уж точно продлит сейчас я расскажу о всех пяти причинах возникновения развития артериальной гипертензии и о том как убрать не только симптомы а все ее причины то есть победить артериальную гипертензию вы узнаете в чем же заключается вред гипотензивных препаратов для снижения артериального давления и что еще совсем недавно назначали знающие и порядочные доктора для реального излечения от артериальной гипертензии я расскажу вам алгоритм поднятия давления каким образом почему она поднимается и так гипертоническая болезнь или артериальная гипертензия а почему термин гипертонии не корректен говоря о повышенном артериальном давлении я поясню ниже знать это важно официально артериальная гипертензия не лечится но поддерживается гипотензивными препаратами расширяющими сосуды врачи уже давно работают по инструкциям и не понимают механизмы повышения давления и не знают за редким исключением все причины артериальной гипертензии потому и не могут назначить верное лечение ну а вы скоро уже будете все знать сами знать а не верить и тогда уже решайте сами что лично вам делать и как поступать я же должен здесь сказать что обязательно проконсультируйтесь лечащим врачом хотя это звучит довольно таки забавно но сказать я это должен вот сказал да болезнь эту врачи не лечат так как результат лечения это выздоровление пациента а результат системного снижения повышенного артериального давления гипотензивными препаратами которые назначают врачи это инсульты и инфаркты вопрос только времени как собственно и написано в инструкциях к ним в разделе про побочные действия удивлены но тогда прочтите сами гипертония дорогие товарищи это состояние а не болезнь и если не лечить а поддерживать это состояние гипотензивными препаратами то и не вылечитесь никогда потому она и неизлечимая порочный замкнутый круг гипертония это гипертонус мышц в том числе мышц кровеносных сосудов например при стрессах из-за быстрой выработки адреналина и других гормонов происходит спазмирование всех сосудов гладкой мускулатуры в том числе мышц окружающих артериальные сосуды и это естественная защита от природы для предотвращения фатальных кровопотерь при ранениях страх гнев и стресс вызывают выработку этих гормонов но гормоны бытового и рабочего стресса они естественного природного не находя свой выход держится в крови долго и при постоянных стрессах возникает уже хроническое спазмирование артерий так как нарушается корректная работа центральной нервной системы а чтобы гормоны выходили из организма и последствия стресса быстрее проходили нужно потеть то есть нужно активная физическая работа ну а стрессы да они конечно же вредны так как же стрессы вызывают артериальную гипертензию а вот как происходит стресс сосуды спазмировали просвет их сузился и тогда объем крови как при прежнем нормальном просвете сосудов за ту же единицу времени уже не может пройти по ним так как диаметры сосудов стали меньше а сердце все равно вынуждено качать кровь того же объема за единицу времени но уже по суженным сосудам чтобы все ткани и клетки организма получили нужное количество кислорода и не возникло бы ишемии клеток головного мозга и тканей самого сердца и тогда она начинает качать кровь с перегрузкой путем поднятия давления в зауженных спазмированных артериях вот вам и механизм возникновения повышенного артериального давления а заодно изнашивание сердечной мышцы ведь постоянная гипоксия тканей то есть дефицит кислорода приводит к отмиранию в первую очередь клеток головного мозга и сердечной мышцы и далее приводит к инсультам и инфарктам по ишемическому типу сейчас я скажу как быть если youtube все-таки закроют слухи такие ходят и может быть это быть в любой момент любой день тогда как меня найти как найти мои видео какую-то иную от меня информацию во первых обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал вот он и по ссылке конечно здесь под видео нажмете еще откроются ссылки там будет и телеграм и вот послушайте что еще дзен яндекс так вот там будут видео также как ютубе там практически ну естественно по другому непривычно еще может быть третий вариант возможно мы будем публиковать видео на рутубе может быть будем даже дублировать все видео уже туда так что и там на мой канал в рутубе подпишитесь ну и на всякий случай в группу вконтакте вступите она конечно дублировать будет то что будет в телеграме тем более в телеграме ну проще также помните что у меня есть мой главный сайт юфролов . блог там будут и статьи и так далее второе у нас есть наш сайт главный по продуктам надгард . ру его не забывайте любые товары продукты там покупаете будем надеяться что youtube все-таки не заблокирует и так гипертонии дословно это чрезмерный тонус то есть гипертонус мышц это спазмирование то есть избыточное напряжение мышцы и все оно гипертония не есть повышенное давление а она только сопровождается повышенным давлением а артериальная гипертензия как диагноз есть следствие гипертонуса мышц другими словами артериальные гипертензия это компенсаторная реакция организма на снижение кровоснабжения мозга, сердца и почек и реакция на недостаточное обеспечение их кислородом для их нормального функционирования. А вы говорите, мало того, врачи до сих пор говорят гипертония, имея в виду повышенное артериальное давление. Давайте будем разумными и образованными людьми и будем правильно называть явление, состояние и употреблять термины. Надеюсь, теперь вы поняли, что гипертония это не повышенное артериальное давление, а повышенное артериальное давление это артериальная гипертензия, а не гипертония. И последнее в этой связи. Ответная реакция организма на сужение сосудов это автоматическое поднятие артериального давления благодаря естественным и необходимым нейрогуморальным реакциям организма. Гипертония же всегда приводит к повышению артериального давления. Теперь все, я предельно доходчиво пояснил всю логистику данного вопроса. Внимание, бороться с повышенным артериальным давлением такая же глупость и бессмыслица, как бороться с повышенной температурой тела, а не с причинами, приведшим к воспалительным процессам, вызвавшим повышенную температуру тела. То есть в данном случае бороться надо с инфекциями и токсинами, вызвавшими подъем температуры. Как и тут бороться надо с причинами, приведшими к спазмированию сосудов, а не сбивать давление, не устраняя причину поднятия давления. Хроническая гипертония – это состояние организма, порождающее огромное количество болезней и иных состояний. Это мигрень, бессонница, шов в ушах, голове, повышенное внутричерепное, глазное давление и многие болезни сердца, почек и других органов. Итак, пять причин повышения артериального давления. Самые распространенные из пяти – это пятая и первая причины. Итак, первая – это спазмы мышц шеи. При постоянном, сидячем образе жизни, малоподвижном образе жизни происходит пережатие сосудов шеи, питающих головной мозг. Передавливание артерии напряженными мышцами шеи – одна из главных причин артериальной гипертензии. Недополучая кислород, мозг дает команду поднять давление. Что же делать? Конечно, профессиональный массаж мышц шеи. Нужно проверить, нет ли у вас искривления атланта первого позвонка. Это есть у большинства людей с рождения. Правка атланта в таком случае – желательно. Подробнее об этом смотрите мое первое видео на данную тему, которое называется «Гипертония. Часть первая». Обязательно посмотрите. Вторая причина – это сужение сосудов из-за стрессов, из-за их спазмирования, о чем я уже выше вам подробно пояснял. Третья причина – это отложение атеросклеротических бляшек и коллагена на стенках артерии. Подробно смотрите в моей лекции «Кровеносная и кровотворная системы». Четвертая причина – это опухоли головного мозга, сердца или почек. И если вы измените другие четыре пункта, но вам ничто не поможет, а это огромная редкость, тогда, конечно, надо проверить это. То есть произвести исследование МРТ, КТ и прочее по назначению специалистов. Ну и пятая причина – это самая распространенная, и ее я поясню чуть ниже. Говоря о приеме гипотензивных препаратов, назначаемых врачами, скажу следующее. К чему приводит искусственное снижение повышенного артериального давления вот такими методами? К тому, что питание головного мозга и сердечной мышцы кислородом снижается, а не восстанавливается. Сосуды продолжают находиться в спазмированном состоянии, просто сердце временно будет работать с меньшей нагрузкой, и тогда меньший объем крови за единицу времени будет протекать через все клетки и ткани нашего организма, а гипоксия тканей никуда не исчезнет, а только усугубится. И тогда постоянный недостаток кислорода переходит в хроническую форму, и человек уже не может жить активно, иначе у него сразу поднимется давление. А такая тренировка еще больше усугубляет болезнь сердечно-сосудистой системы и приведет рано или поздно к инсультам или инфарктам, и даже к замедлению мышления и слабоумию. А что назначают нынешние врачи от артериальной гипертензии? Гипотензивные препараты, то есть сосудисто расширяющие, но от них не расширяются все сосуды нашего организма. Например, сосуды головного мозга и сосуды, питающие само сердце. А расширяются только периферические сосуды органов малого таза и крупной артерии. А кровоток в крупных сосудах и тканях, которые они питают, действительно восстанавливается. Но не в тканях сердечной мышцы и головного мозга. Потому такое снижение артериального давления, то есть гипотензивными препаратами, только ухудшает работу мозга и сердца. И потому, часто после вызова скорой помощи по поводу гипертонического криза, приступа, после принятия сильных препаратов и быстрого снижения повышенного артериального давления, в скором времени опять давление поднимается. А почему? Очень просто. Потому что головной мозг, продолжая испытывать кислородное голодание, заставляет сердце вновь увеличивать артериальное давление для увеличения пропускной способности крови по спазмированным сосудам головного мозга для его полноценного необходимого питания кислородом. Тогда возникают головные боли, головокружение и ишемия. Вот как таблетки от давления провоцируют инсульты и инфаркты. А современные врачи-кардиологи, за редчайшим исключением, не знают, что повышает артериальное давление сам мозг, и повышает он давление для того, чтобы уберечь себя от ишемии и инсульта. Так на что же тогда должно быть реально направлено лечение артериальной гипертензии? А очень просто. Про это еще давным-давно писал великий ученый-академик Ланг, основоположник, создатель учения об артериальной гипертензии. Он писал про вред таблеток и применение физиологических, натуральных методов. А об этом я подробно рассказывал в своем видео «Гипертония. Часть 2». Как и о определении нормального давления, там я пояснял. Для каких людей то или иное давление будет нормальным. Рассказывал я и о том, что говорил профессор Дебекки и другие ученые о давлении. Сейчас и здесь я не буду это напоминать, а то видео действительно получится длинным. А ссылки на рекомендованные мною видео по теме я дам под этим видео в описании, и кому будет интересно, тот и посмотрит. А академик Ланг говорил о седативных препаратах. И вот они. Корвалол, волокордин, валерьянка. То, что долгими десятилетиями лечили и спасали людей ранее. Эти препараты не только расширяют крупные сосуды, а вообще все сосуды нашего организма вплоть до мельчайших артериол, в том числе и сосудов мозга и сердца. Эти препараты вызывают торможение нервной системы, тем самым снижая стрессы, убирая спазмы гладкой мускулатуры сосудов. И таким образом артериальное давление снижается естественным путем. А про подмену понятий и навязывание вечного лечения, которое ввели в 93-м году, как и почему, тоже найдете ответы вот в этой моей лекции гипертония часть 2. Конечно, при острой необходимости. И если вы сидите на гипотензивных препаратах уже давно, у вас периодически происходят резкие подъемы, скачки давления, то в острых случаях их придется принимать. Но постепенно отказывайтесь от них и переходите на седативные препараты. И учтите все иные меры, комплексные меры, о которых я расскажу вам чуть далее. Чему учил академик Ланг? Вот его методика. 3-4 месяца подряд принимайте настойку валерьяны по 5 капель 5-7 раз в день в течение дня равномерно. Разовую дозу приема можно увеличить до 10 и даже 20 капель в случаях ухудшения состояния и увеличения давления. А также за 2 дня до полнолуния и в дни полнолуния и в дни новолуния и 2 дня после них. Можно применять и современные аналоги. Не в каплях, а в таблетках нет проблем. Еще один очень важный момент. Дорогие друзья, нельзя заедать стрессы. Категорически нельзя. Вначале, перед приемом любой пищи, нужно убрать последствия стресса. А пища, любая пища, тем более вареная и жареная, приводит к большей вязкости крови всегда. А надо запивать стрессы. Это, напротив, необходимо. Раньше всегда давали при нервных стрессах стакан воды. Тогда кровь разжижается и становится более текучей. А если это будет водородная вода, то результаты просто поразят и восхитят. Посмотрите хотя бы вот это мое последнее на момент записи данного видео про живую водородную воду. Итак, мы подошли к главной причине всех случаев артериальной гипертензии. Теперь особое внимание. Ведь не только стрессы и пережатие сосудов, питающие головной мозг, не только опухоли и атеросклеротические бляшки, приводят к повышению артериального давления. Верно, самая распространенная причина это то, о чем почти никто не знает. Но это истина, просто научный факт. Гипокапния или гипокапнимия это снижение в крови количества углекислого газа ниже 5,5% от общего количества растворенных в крови газов. Дело вот в чем. Углекислый газ в определенной концентрации не дает спазмировать сосудам, так как он расширяет сосуды. Но при гипервентиляции легких количество в крови углекислого газа снижается, и тогда сосуды могут спазмировать. Гипокапния это главная причина артериальной гипертензии. Гипокапния провоцируется гиподинамией, то есть отсутствием движений малыми физическими нагрузками. Верно говоря, движение это жизнь. То непреложная истина. Более того, еще в конце 19 века было доказано, что усвоение кислорода клетками зависит от содержания в крови углекислого газа. И максимальное усвоение кислорода клетками достигается при концентрации углекислого газа в крови на уровне 6-6,5%. А в конце 20 века академикам Агаджанянам и другими учеными было доказано, что спазмы сосудов невозможны при содержании СО2 в крови на уровне 5,5-6,5%. И тогда, когда люди перестают активно двигаться, а это со старением с возрастом часто совпадает, хотя не всегда в наши дни, интенсивность дыхания возрастает и составляет 8-12 литров в минуту, при норме 3-4 литра. То есть и таким образом возникает гипервентиляция легких, и это приводит к тому, что углекислый газ не задерживается в сосудах на положенное от природы время, а уходит из крови в легкие, а далее удаляется из них при выдыхании в атмосферу быстрее необходимого, что и приводит к спазмированию сосудов. И у всех гипертоников эта причина в поднятии артериального давления составляет 70 и более процентов от всех возможных вариантов. При 8-12 литрах в минуту концентрация углекислого газа падает до 3-4% в крови. Именно потому и работает методика Бутейко о поверхностном дыхании, потому что при таком дыхании в любом возрасте и при любом состоянии увеличивается концентрация СО2 в крови, и кровоток в итоге восстанавливается, снижается нагрузка на сердце и почки, и снабжение кислородом клеток увеличивается, приходит в норму. Но освоить эту методику дыхания трудно, так как она требует большой силы воли, потому и уже давно был разработан аппарат самоздрав, дыша через который без усилий воли любой человек в любом возрасте увеличит концентрацию СО2 в крови до необходимых 6-6,5%. Этот эффект обеспечивается благодаря системе клапанов в данном приборе. Приобрести его можно, перейдя на сайт по ссылочке, которая под этим видео будет дана. Разумеется, в любом случае физическую активность надо увеличивать, как и питаться здоровой пищей. Итак, подведем итог, что же нужно делать в идеале, что есть системный подход, когда мы учитываем все факторы, объективно влияющие на повышение артериального давления, и убирая их, мы снижаем тем самым артериальное давление, а потом уже сам организм будет контролировать, как в молодые годы, свое давление. Первое. Посмотреть вот эти мои видео. Гипертония, часть первая, часть вторая, густая, вязкая, жирная кровь, а также большое системное мое видео, кровеносная и кровотворная системы. Второе. Убрать из жизни стрессы. Это сложно, но постараться или, по крайней мере, уменьшить их можно. Если же будут стрессы, то после них обязательно активно физически работать до пота и пить теплую воду. Третье. Голодание снижает повышенное артериальное давление, но подготовка к нему важна. Работает оно на 100%. Тогда давление снижается у всех людей без исключения. Кстати, у сыроедов нет артериальной гипертензии. По крайней мере, у тех, кто не злоупотребляет сладкими продуктами. А приступать к методике лечебного очистительного голодания можно только после прохождения антипаразитарной программы. Непременно посмотрите вот эти мои видео, чтобы не сделать ошибки и понять все верно. Лечебное очистительное голодание и лекцию о паразитах. Четвертое. Есть травы, которые снижают повышенное артериальное давление. Дам в самом конце лекции список этих трав. Пятое. Стоит уменьшить потребление соли. Посмотрите мое видео, как получить тот же вкус при уменьшении потребления соли. Шестое. Вода. Водородная вода. Это идеальный и важнейший рабочий фактор. Седьмое. Дыхательные гимнастики по Бутейко, Стрельниковой. А проще всего дыхание через аппарат Самоздрав. Восьмое. Скорректировать питание. Убрать мясо, молочные продукты. Увеличить потребление зелени. Добавить в рацион питания спирулину, хлорелу. Потреблять дикоросы, такие как одуванчики, крапиву, сныть. Потреблять проростки брокколи. Непременно видео про брокколи мое посмотрите. Убрать жареные и вареные крахмалы. Картошку, хлеб и булочные изделия. Категорически не есть трансжиры и сахар. А желательно все сладкое на вкус хотя бы временно. Месяца на 2-3. Девятое. Необходим ночной сон с глубокой фазой сна с 23.00 до 3 утра. Десятое. Не использовать гипотензивные, а использовать седативные препараты, как говорил основоположник учения об артериальной гипертензии Академик Ланг. Одиннадцатое. Магний и калий. Эти важные элементы, минералы, в них не должно быть дефицита. Но это все зелень. Запомните, все то, что зеленого цвета. В этой пище очень много магния. Двенадцатое. Надеюсь, это понятно всем. Никакого алкоголя, табака, кофе, энергетиков. Тринадцатое. Защита от резонансного разрушительного воздействия на клетку от источников ВЧС-ВЧ-излучения. В этой связи посмотрите последнее мое видео на данную тему. Вот это. Четырнадцатое. Снижение массы жировой ткани тела. В этой связи мои видео. Инсулинорезистентность. Почему постоянно хочется есть? И как убрать живот, жир, бока? Последнее вот это мое видео по теме. Пятнадцатое. Массаж шеи и любые расслабляющие массажи хороши, а также профессиональное иглоукалывание. Ну а теперь про травы только вначале кратко вот что. Вы должны знать, что нижнее диастолическое давление, если оно повышено, это говорит о плохой работе почек и сужении кровеносных сосудов само собой. Верхнее давление, систолическое, повышается от стрессов, спазмов и говорит о возможной перегрузке в работе сердца. Да, дорогие друзья, при подписке обратите особое внимание, чтобы кнопка подписаться после подписания у вас превратилась в кнопку вы подписаны. Только тогда вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. Про магний в зелени я уже пояснил, а калия, очень важного элемента для сердца, много в шпинате, в монгольде он есть в больших количествах, это листовая свекла. Ну и в моих видео о зелени вы тоже найдете все интересующие вас вопросы на тему потребления зелени культурной и дикоросов. И вот это мое видео о нитратах, только естественных, в зелени. О важности их для сосудов, памяти и, кстати, снижения давления. Посмотрите, вот это мое видео. Я рекомендую употреблять бета-глюкан, он снижает давление. Добавляйте в пищу это натуральное вещество. Ссылочка на приобретение бета-глюкана из пророщенного овса, пожалуйста, будет под видео. Голубикая черника тоже хороша в меру. Ну а теперь гипотензивные травы для снижения повышенного артериального давления. Можно делать отвары и настои на их основе. Во-первых, это амела белая, мята, адонис, донник, боярышник, пустынник, рябина черноплодная, корень валерьяны, само собой, шлемник и сушеница. А вот вам список трав, обладающих сосудорасширяющими и спазмолитическими свойствами. Это анис, фенхель, укроп, тысячелистник, одуванчик, тмим и барвинок. Разумеется, список не полный, но и он уже достаточен. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Понравилось вам данное видео? Тогда поддержите мой данный ролик и мой канал лайками своими. К этому видео обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Да, не ленитесь, нажмите слово еще в ютубе под этим видео. Откроются ссылочки, но прочтите все эти ссылки. Посмотрите данные видео и информацию, которую я укажу под этим видео. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.